Здравствуйте! На связи Татьяна Чиронова. И в этом видеоуроке я отвечу, во-первых, на вопрос посетительницы моего блога. Она не понимает, почему в некоторых контактах она видит свои сообщения, а в некоторых не видит. Далее я расскажу, как найти нужное сообщение и как пометить сообщение, как непрочитанное. Это для тех случаев, если вы сообщение прочитали, вам некуда разбираться, что там написано. И закрыли скайп и убежали. Так вот, чтобы не потерять это сообщение, не забыть о нем, существует такая функция в скайпе. Итак, отвечаю на вопрос посетительницы моего блога. Почему в некоторых контактах видны сообщения, а в некоторых не видны? Вот, например, в этом контакте у меня не видно сообщений. А это потому, что мы общались достаточно давно. И чтобы посмотреть сообщения, я должна нажать на какой-то из этих ссылочек, смотря какой временной промежуток, я хочу увидеть. Увидеть я могу тот временной промежуток, который у меня задан в инструментах настройках безопасности. Там задается временной промежуток сохранения истории. Об этом я рассказывала в предыдущем видео уроке, поэтому останавливаться подробнее не буду. Нажимаю 30 дней и вот вижу сообщение. А сейчас я вам покажу, как найти сообщение в чате. Например, у вас очень большой чат, много там сообщений, и вам нужно что-то найти. Для этого нажимаем «Разговоры», «Поиск» либо сочетание клавиш «Ctrl» плюс «F». После этого у нас в чате появляется вот такое вот окошечко. И нам, например, нужно найти код. Вводим начальное слово в окошко. И жмем на любую кнопочку. Вот, пожалуйста, я нашла код, который нужно вставить. Для того, чтобы найти на компьютере папку с файлами от программы «Скайп». Нашли слово, жмем крестик, закрываем это окошко. И сейчас я покажу вам, как сообщение в скайп-чате превратить в непрочитанное. Например, вы прочитали сообщение, вам некогда с этим разбираться. Вы вышли из скайпа, побежали куда-то, а потом вы можете про это забыть. Вот мы сейчас делаем так, чтобы, зайдя в скайп, вы увидели опять это сообщение и разобрались с тем, что там написано. Для этого на том контакте, сообщение которого мы хотим пометить как непрочитанное, заходим в разговоры и выбираем «Отметить как непрочитанное». Либо набираем на клавиатуре «Shift-Ctrl-U». Вот, пожалуйста, мы отметили сообщение этого контакта как непрочитанное. И при следующем заходе в скайп, оно будет помечено как новое сообщение. Итак, в этом видеоуроке я рассказала вам, почему мы не видим старые сообщения, как найти сообщение в чате и как пометить нужное сообщение как непрочитанное. Приглашаю вас на свой блог. Перейти на него можно, если вы кликните по ссылочке появившейся аннотации. Комментируйте, задавайте вопросы и возможно, что на некоторые из них я отвечу видеоуроком. Если вам понравился видеоурок, то нажмите кнопочку «Нравится» под видео. Добавьте видео в избранное, если не хотите его потерять. А если вы хотите в дальнейшем получать подобные видеоуроки, то подпишитесь на мой канал. Сделать это можно кликов на окошечко в середине экрана. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всего доброго, успехов!